Радио 54 Сейчас мы будем шелепать друг друга Кидаться шариками И жонглировать Смотрите Мы не понимаем, что это, но жаждем узнать Что есть поинг, что есть Став и даблстав Так, поинг Поинг это вид как огненного шоу Так и светового шоу Выглядит это как Мячики только на веревочках Их можно крутить, кидать Ими можно делать разные красивые элементы Поджигать Это наиболее развитый Самый известный вид То, что входит как раз в элементы Фаер шоу Да, это фаер шоу, это считается огненным шоу Безусловно Но без огня тоже такое Да, конечно Потому что есть и без огня Варианты, как флаги И прочие-прочие Светящиеся все эти шарики Да, светящиеся Все, что крутится Все, да Все это крутится Все это, да Можно крутить Все это Так же, как и став и даблстав Это палки А, это палки Да, это уже палки Это несколько другие вещи Это палка с двумя фитилями на концах Ее тоже можно всячески интересно крутить Об этом мы, собственно, и расскажем На наших мастер-классах Так Кнуты, я так понимаю Это вопрос К Дмитрию Рассказывайте Да, я достаточно узконаправленный специалист Вот Кнут Ну, это разновидность Неклинкового холодного оружия Ударно-дробящего Типа действия Википедия.ру Сейчас Так Ну, наверное, бывают разные виды кнутов Вы ими всеми владеете Какие трюки ими можно делать? Крутов Огромное количество Поскольку кнут насчитывает Тысячи лет истории На разных континентах В разных странах Они разные Разные типы плетения Разные пропорции И делать с ними можно Все, что угодно Вот сейчас у вас на шее Что висит? Это Это змея Ну, кнут и куст Обыкновение куст Да, достаточно классический кнут Если говорить Более стандартным уж Американским языком То это был бычий кнут Такими ковбои Вот из чего они делают? Из какой части кнута? Это кожа Кожа быка Кожа Ну, кожа быка Это, конечно, очень тяжелый кнут Свиная слишком мягкая Телячая Молодого бычонка Он часто на шоу Так, давайте Я сейчас гримки с этой стороны Часто на шоу показывают Как человек кнутом сбивает Там Ну, тушит сигарету Вы можете тоже, да Такое проделывать? Могу Это несложно Это несложно? Нужна просто тренировка А у меня больше 13 лет Стаж работает с ними То есть погасить пламя на свечке Для вас вообще это так, да Расплюнуть? Ну, не расплюнуть, но Расхлыстом делать Да Ну, а что вы еще умеете? Ведь наверняка еще много штук Которыми можно удивлять Зрителей кнутами Мы вот сашими сталкивались Вообще с ним Есть два основных направления Первое направление Это ударные техники Это как раз трюки С выбиванием предметов Из рук С тушением свечек И сигарет И второе направление Которое набирает популярность Это вип-крекинг Зародился он Естественно в Америке Где Культура ковбоев Очень распространена Хотя почему-то Все всегда Именно к ковбоям сносится А на самом деле Еще к кому можно свести? Традиций очень много У Любых народов Которые занимались Скотоводчество У них были кнуты Это Азия У них очень большой Культурный пласт Посвященный кнутам Плетям и всему остальному Вот вас наверное Запусти в какой-нибудь Музей кнутов Ох вы там разгуляетесь Вы были в каком-нибудь Музей кнутов? А к сожалению Их просто нет Их нет? Серьезно? Да Есть небольшие Частные коллекции Есть масса материалов Интересных Есть много разных типов Плетения У вас какое плетение? Знаменитое? Это классик Или это что-то такое? Это простое Классическое плетение Но у вас есть что-то Уникальное в вашем арсенале? Вы принесли их несколько Я видела Чем они отличаются? Или они все одинаковые? На шее у меня сейчас висит Кожаный кнут Который является Серьезным орудием Вот А тренировки проходят Остальные игрушечные? Ну можно сказать Что игрушечные Для детей? Поскольку кнут Это все-таки Достаточно серьезная Травмоопасная вещь Тренировки проходят С нейлонными кнутами Грубо говоря Это куча белевой веревки Которая обмотана Ликопластырем Она максимально облегчена Там короткие Хлопающие части И таким почти нереально Нанести тяжких повреждений Вот Вы долго учились Прежде чем Вы начали Серьезным орудием Заниматься? Ну я начинал Сразу Есть у вас шрамы? Шрамы только в душе Почему? Кто вас обидел? Ладно Личный вопрос Это тема Другого разговора Это другая передача Хорошо Ну и ваши Реквизиты Что еще Подразумевает? Я смотрю Специальные перчатки Нужны, да? Ну Перчатки Это конечно Больше понты Но Когда руки потеют Долго работаешь с кнутом Начинает выскальзывать Я не люблю Затягивать петли На запястьях Чтобы кнут не выскальзывал А перчатки Помогаю держать И что много желающих Которые хотят Научиться Бить кнутом Довладеть этим Орудием В основном Приходят женщины Да? У меня Учеников мужчин Было прям по пальцам Сочетать А женщины Идут потоком Кнут Розовый кнут Мне Ладно Шучу Направлений Очень много И идут Каждый за своим Точно так же Как вот В жонглировании Кто-то идет Просто развлечься После офиса Приобрести какой-то Интересный навык А кто-то Полностью Это погружается И уходит с головой С кнутами Кто-то ищет Новых навыков Самообороны Кто-то ищет Просто новые Новые ощущения Какие-то Да Кто-то Ищет что-то новое Потому что кнут Это такая Не самая распространенная Киотика Можно сказать Да Потому что Казалось бы Раньше Почти все ими владели Все их видели Все знали Что это такое Сейчас только Фильм Индиана Джонса И как бы Наверное все Кто-то ищет Телесных практик Поскольку кнут Это инструмент волны И он движется Очень Странно и нелинейно Это очень живой предмет Который изменится В руках Кто-то находит В этом успокоение Ко мне ходит Один молодой человек Который Любит Хорошенько Пощелкать Чисто потому Что это снимает Внутреннее напряжение Кнут Заметно Оказывает Расслабляющий эффект Да Начинаем Одной рукой Пробуем смотреть Вообще на мячик Как он Как он себя чувствует Как мы с ним управляемся Приключаем внимание Потому что это работа С вниманием Прежде всего Можете показать нам Левша-правша И имеет значение Нет на самом деле Чтобы да Мы снимаем В группе Можно это увидеть Вот То есть просто подбрасываем Начиная с подброса С простых А вообще вот Базовый элемент Вот он Прочувствуй мяч Почувствуй себя мячом Это как Это уже не базовый элемент Это база Это база Это базовый элемент Классического жонглирования Я думал сначала Двумя мячиками Можно сначала Одной рукой Нет Ну можно Двумя вот мячиками Одной рукой Тоже можно А что-нибудь такое Экстра супер Профессионального класса Ну Это надо еще с чашкой Да Ну тоже можно Держать чашку Ну что-то вот Это более серьезное Перекрест Перекрещивание рук А ногами умеете Да Ногами Да Антиподы Жонглирование ногами Это все тоже включается Плечо там еще Ухо Зажимы Все Да И ухо Боже Мне кажется Я сейчас что-нибудь назову Она все скажет Да Я даже боюсь дальше Продолжать список Интересно А кто приходит К вам заниматься Ой Очень много людей Разных к нам приходит заниматься У нас Самому младшему По-моему Ученику 5 лет А самому старшему 65 Вот 5-летнего ребенка Наверное ждет успех в цирке Потому что Чем раньше Не обязательно нет Вот у нас наоборот Кто постарше приходит У них успеха бывает даже больше Через какое время Уже можно увидеть результат Профи Да За сколько ты становишься профи Зависит от человека Если он занимается упорно Если он оттачивает мастерство Это же нужно каждый день Один и тот же элемент Это нужно упорство По-разному За месяц можно учиться Кидать неплохо базу Твой дом Твоя область Новосибирск 106,2 FM